Духа. Аминь. Святого Отца нашего Иоанна Затаустова. Слово к верующему Отцу. Продолжение. Ничего такого нельзя видеть в монастырях, но хотя бы в мире поднялась буря, отчельники, одни сидят пристани в спокойствии и великой безопасности, как бы с неба взирая на крушение других, потому что они избрали образ жизни, достойный неба, и пребывают в нем не хуже ангелов. Как между ангелами нет никакого нестроения, нет того, чтобы одни благоденствовали, а другие терпели крайние бедствия, но все одинаково наслаждаются миром, радостью и слабым. Так и здесь никто не жалуется на бедность, никто не превозносится богатством. Это твое, а это мое. Такое разделение, неизвращающее, смущающееся дела, изгнано отсюда. Все у них общие трапезы, жилища, одежда. И что удивительного в этом, когда и самая душа у всех одна и та же. Все они благородны, одинаковым благородством, рабы одинаковым рабством, свободны, одинаковую свободу. Одно тому все богатство, истинное богатство. Одна слава, истинная слава. Потому что благо их не в названиях, а в делах. Одно удовольствие, одно стремление, одна надежда у всех. Все у них благоустроено, как бы по мере и весу. И нет никакой неправильности. Но порядок, стройность и гармония. Самое точное согласие и постоянное соблюдение благодушия. Посему все они и делают, и терпят все для того, чтобы им благодушевствовать и радоваться. Только там и можно находить это в чистом виде. А в другом месте нигде. Не от того только, что у них презирается настоящее. Устранен всякий повод к несогласию, и в рожде имеются светлые надежды на будущее. Но и от того, что случающиеся с каждым, скорби и радости считаются для всех. И скорбь проходит легче, когда все согласно помогают каждому нести бремя. И для благодушия много поводов имеют те, которые радуются не своему, но только благополучию, но чужому не менее, как и своему. Так и у нас. Как пошли бы дела, если бы все мы стали подражать им. Теперь они пропадают, расстроенные те, которые далеко уклонились от такого образа жизни. А ты, утверждая противное, делаешь то же, как если бы то хорошо настроенную лиру стал охуждать. Как негодную, испорченную чрезмерным напряжением или ослаблением струн, назвал годную и для игры, и для увеселения зрителей. Но как по отношению к говорящему это мы не стали бы искать другого еще доказательства невежества его в музыке? Так и по отношению к утверждающим, выше сказано, не нужно другого яснейшего доказательства их недоброжелательности и ненависти к людям. А что говорят отцы более скромные? Пусть, говорят они, дети прежде займутся науками и, усовершенствовавшись красноречии, потом уж и приходят к этому любомудрию, тогда никто не будет препятствовать. Откуда известно, что они непременно достигнут мужеского возраста? Многие скончались, подвергшись преждевременной смерти. Впрочем, пусть это будет так. Положим, что они достигнут возмужалости возраста, кто поручится за весь предшествующий возраст. Не желая спросить, я скажу, что если бы кто представил надежное в том ручательство, то я не вывел бы в пустыню, приобревших такое искусство. Напротив, тогда особенно и посоветовал бы им остаться в городе и не похвалил бы тех, которые стали бы склонять их к бедству. Но отнесся бы к ним, как к врагам общественной жизни, так как, срывая светильники, унося светило из города в пустыню, они лишили бы живущих там величайших благ. Но если никто не будет обещать этого, то какая польза посылать детей к учителям, где они научатся прежде красноречия порокам, и желая приобресть менее важное, потеряют важнейшее в силу души и все доброе настроение. Так что же, разрушить нам скажут училища? Я не говорю этого, но говорю о том, как бы нам не разрушить здание добродетели и не заглушить живой души. Когда душа целомудрена, тогда не будет никакой потери от незнания красноречия. А когда она разращена, тогда бывает величайший вред, хотя бы язык был весьма изощрен. И тем больше, чем больше это искусство. Его порочность в соединении с искусством в слове производит гораздо худшие беды, чем необразованность. А если скажешь ты, они удалившись туда, при необразованности языка не будут иметь и добродетели? А если, скажи мне, они, оставаясь в городе, при развращении души не приобретут в школе никакого красноречия? Мне позволительнее будет сказать это, нежели тебе, твое. Почему? Потому что, хотя то и другое, как будущее, неизвестно, но твое более сомнительно. Как и почему? Потому что для надлежащего занятия красноречием нужна добрая нравственность. А добрая нравственность не нуждается в пособии красноречия. Можно быть целомудренным и без этого знания. Но никто никогда не приобретет силы красноречия без добрых нравов, проводя все время в пороках и распутствии. Таким образом, чего ты боишься там, того же должно бояться и здесь. И здесь тем больше, чем чаще неудачи, и чем высшему угрожает опасность. Там нужно заниматься только одним. А здесь предстоит овладеть двумя предметами. Так как невозможно приобрести одного без другого. Без благонравственности изучить красноречие. Но если хочешь, предположим, невозможное возможно. Что будет нам доброго от знания красноречия, когда у нас будет поражаемое самое существо? И что худого в незнании, когда у нас исправно самое важное? И это признано не только у нас, которые смеемся над внешнюю мудростью, почитаем ее буйством. 1 Коринфянам 3.19 Но даже у самих внешних философов. Почему многие из них не очень заботились об этом знании, а другие совсем пренебрегли им и до конца остались неудачными, и, посвятив всю свою жизнь нравственной части философии, сделались весьма знаменитыми и славными? Так, Анахарсис, Кратис и Диоген нисколько не заботились об этом искусстве. А некоторые говорят тоже и о Сократе. Это может засвидетельствовать нам тот, кто более всех отличался в этом искусстве, и точнее других знал дела его. Ведя Сократа в судилище для оправдания, в защитительной речи перед судьями Платон представил его говорящим так. Афиняне, вы услышите от меня всю правду, клянув Зевсом, а не речи, расцвеченные и разукрашенные, подобно речам судей, отменными выражениями и словами. Нет, вы услышите речь, изложенную просто и прямо, словами, какие случаются, ибо я уверен в справедливости того, что говорю, и никто из вас пусть не ожидает чего-нибудь другого. И с моим возрастом несообразно было бы явиться пред вами подобный юноше, сочиняющему речи. Этими словами он показал, что не учился красноречию, не пользовался им не по ленности, но потому что не считал его важным. Итак, красноречие не дело философов, и вообще мужей, а предмет чистолюбия для забавляющихся юношей, как думают и сами философы. Не только прочие, и даже тот, который в этом превзошел всех. И он не допускает своему учителю украшаться этим искусством, считая такое украшение постыдным для философа. Эти примеры справедливо было бы привести для неверующего, но еще более для верующего. Не странно ли, что те, которые гонятся за похвалами толпы, не могут ничем другим отличиться, как только внешнюю мудростью считают ее ни за что? А мы так восхищаемся и увлекаемся ею, что ради нее приврегаем самым необходимым. Продолжение следует.